Добрый день, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасев и сегодня мы снимаем очередное видео, как можно проводить тренировку дзюдо, дзюдзюцу и возможно самбо, используя вот такой, в качестве тренажера, вот такое борцовское чучело, борцовский манекен, на котором мы одеты кимоно для дзюдо. Сегодня я хочу показать вам вариант перехода с болевого рычаг локтя, болевого захвата рычаг локтя, такой круговорот, захват рычаг локтя, удержание, переход на удержание, дальше ковырок с обратным переходом, опять с возвратом на захват рычаг локтя. Это упражнение, конечно же, можно делать и безусловно с партнером, но в данном случае мы, идея этого видео, именно показать, как можно выполнять такое задание с помощью борцовского манекена, одетого в кимоно. Итак, ну давайте попробуем. Ситуация, когда у нас борцовский манекен или наш партнер находится на татаме, мы находимся рядом с ним и, соответственно, лучше всего начинать все упражнения поступательно, то есть с самого начала, как мы берем замок на руку, как выходим в позицию рычаг, захват рычаг локтя и после этого уже начинать делать другие упражнения. Ну, давайте мы попробуем, да? Итак, вот я вышел в позицию, захват рычаг локтя, да, мы держим крепко ноги в этой позиции, но есть вариант, ситуация точнее, когда, ну, в данном случае манекен чучело не может соединить руки, но бывает так, что партнер успевает соединить руки. В данном случае вот этот замок, который мы держали, мы его не отпускаем, но мы отпускаем только руку, которая ведет сверху. Внутренняя рука, вот эта, она берет захват за пояс. Я потом развернусь и покажу, где я беру за пояс. Значит, один вариант – это за пояс захват. Далее, вот мы перехватили здесь. Контакт, мы не теряем контакт с рукой, то есть мы достаточно плотно все время находимся. То есть одна из особенностей вообще техники, всех техник, которые проходят лежа, это плотность всех захватов. То есть чем плотнее мы, тем труднее нашему партнеру уйти. Поэтому все захваты лежа, техник лежа, они и называются, да, удерживающие захваты. А удержать нужно, когда мы очень плотно прижаты к нашему сопернику. Итак, я здесь взял. Дальше. Рука у меня вот эта, освободившаяся, переходит сверху моего манекена. И в этот момент я снимаю ногу с головы и выхожу вот в такую позицию. Вот эта позиция, в принципе, о сейкоме. Удержание. В этой позиции я могу удерживать моего партнера тоже. Далее. Мой партнер начинает, или мой манекен, вращаться в ту сторону, я помогаю ему. И, соответственно, вот эта нога, вот я сейчас руку беру, она у меня не вот так становится, не прямо. Она уходит вот сюда под мышку. И я начинаю вращаться, делать ковырок через плечо. Рука, которая держит руку моего манекена. Смотрите. А эта нога, видите, куда входит. Раз, и я вот так разворачиваюсь. Дальше я начинаю помогать и разворачиваюсь. И выхожу опять в исходное положение. И могу делать опять вращаться в локте. Дальше я опять поднимаюсь. Сейчас я могу таких кругов делать несколько. Опять заново. Я беру... Вот у меня замок, да, был. Заклад, пояс. Рука сюда уходит. Поднимаюсь. И вот я вышел опять в положение, когда я могу делать речет пол. Я в этом положении. Здесь я уже ближе к вам, к камере. То есть вот у меня захват. Вот у меня рука, которая брала пояс. Или еще вариант, когда эта рука может взять юбку кубки кимоно. То есть ближнюю часть. Я натягиваю так, чтобы здесь был плотный захват. То есть замок не раскрывался. Я убираю вот эту руку, потому что здесь замок есть. А когда я уберу вот эту руку, то замок, вот он, нету соединения. Поэтому рука может выйти. В этом случае я должен заменить или поясом, или подгонки кимоно. И рука уже, соответственно, не выйдет отсюда. Если нет соединения замкнутого круга, то, соответственно, здесь рука может выйти. Видите, да? Здесь я держу. В данном случае я перехватываю. Вот здесь еще есть. Да? Я быстро перехватываю. Дальше эта рука идет сюда. В такое положение. И начинаю вращаться. И помогаю себе рукой. Вот такой. И я вышел опять на рычаг локти. И сейчас я покажу вам вариант. Еще раз, точнее, этот вариант. Чтобы я немножко по другому начну поделать. Вот так развернусь. Немножко далеко, но зато вращение будет в вашу сторону. И вы сможете выйти. Итак, давайте еще раз. Начинаем с самого первого этапа. Это правильная постановка рук. То есть, я сначала сижу, сайт за позиция. И в момент, значит, когда мой воображаемый, да, соперник в виде манекена борцовского, начинает атаковать меня, вот на меня идет. Каким-то захватом, ударом на меня. Или хочет уйти от меня. Я, соответственно, здесь сразу должен подняться. Перехватить замок, чтобы уже руку. Но ни в коем случае не наклоняться вперед. Потому что наклонившись вперед, есть вероятность того, что партнер схватит вас или ударит. И вы уже не сможете ничего сделать. Поэтому приподнимаясь, я не наклоняюсь вперед, беру замок на руку. И сразу же нога идет на голову. Таким образом, чтобы вращения туда у него не было партнера. И это первая стадия. Все, замок есть. Дальше мы начинаем вращатель. То есть, переход на удержание. С захватом, опять-таки, не теряя захват руки. То есть, контроль руки все время есть. Что я делаю? Я беру пояс. Рука идет сюда. И поднимаюсь. Вот позиция. В этой позиции я сижу как можно плотнее у него на руке. И ближе на грудную клетку. Ближе к голове, к плечам. Дальше, видите, нога вот эта. Она не так становится, потому что так я не смогу сделать ковырок. Она уходит вот сюда. Вот. И мой партнер, если начинает вращаться, я не сопротивляюсь этому вращению. Наоборот, создаю инерцию этого вращения. То есть, я поддаюсь ему вращению, но при этом не отпускаю руку. И перешел уже на опять. Дальше. Опять. Теперь я могу взять второй вариант. Это юбка кимоно. вышел сюда. И здесь опять я наболел. Немножко не видно. Но вот я вернулся на рычаг. Еще раз хочу напомнить, что это один из вариантов проведения тренировочного занятия с помощью тренажера борцовского манекена, который одет в куртку, значит, в кимоно. Для того, чтобы навык проведения технического действия захват руки замком, перехваты, переходы, переворачивания. И мы могли таким образом делать некий круговорот, да? Контроль руки, контроль туловища, ковырок, контроль. Все время постоянно мы контролируем нашего партнера, нашего борцовского манекена. Или когда уже у вас будет реальный партнер, мы постоянно его контролируем и делаем такие перевороты. Желательно делать и с левой, и с правой стороны, для того, чтобы гармонично у вас развивалась левая и правая стороны, не было никакого перекоса, да? Ситуации могут быть разные. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда левая рука, правая рука. Вот, поэтому надо быть внимательным. На что еще хочу обратить внимание? На первичный захват. Значит, когда мы делаем замок на руку. Идеальный вариант, когда у нас рука, ваша рука идет под руку вот сюда. Манекен или партнером, в данном случае манекен, со стороны головы. Вот. Почему? Потому что в этом случае вам не надо будет менять руки. В этом случае, когда вы вышли на положение, уже рычаг локтя, захват, то в этом случае у вас уже рука под рукой манекена, партнера. И вам достаточно только взять здесь захват, чтобы соединить круг, да? Соединили, замкнули круг, рука не может уже выскочить. Если у вас будет ситуация, когда вы вот из этого положения вот так взяли замок, то есть первая рука вошла со стороны ног, то здесь вам надо будет менять руки. То есть это займет некоторое время, да? Потому что эту руку надо будет убрать сюда, и тогда уже брать сюда захват. Вот. Поэтому я рекомендую идеальный вариант уменьшить все энергозатраты по смене рук, когда у нас рука со стороны ног, она защиту делает. То есть если на вас идет нападение, да? Вот он идет на вас. И защита, чтобы он не схватил. А рука со стороны головы проходит здесь, и вот таким образом замок. И сразу нога ставится. Дальше вы переходите. Здесь плотный захват. Еще раз напомню, что плотность во всех техниках, которые проходят лежа, очень важна плотность. Перехватываете пояс. Рука, уже освободившаяся, идет, блокирует ноги, потому что здесь ноги у партнера, они могут там мешать вам. Он может ими атаковать, поэтому используем нашу руку как защиту. Она идет сюда. И здесь снимаем. Видите? И выходим в это положение. А далее у нас идет круговорот. Вот. И я опять вышел на ковырок, да? Так. И давайте все-таки на что обратим внимание, потому что, особенно если это молодые, ну, это видео, конечно же, в большей степени для молодых. Ребята, кто только недавно начинает, ну, в небольшое время практикует дзюдзюцу дзюдо, в какую сторону мы делаем ковырок? Значит, в какую сторону, через какое плечо? Ковырок делается через плечо той руки, которая внутри. Вот у меня эта рука будет внутри, поэтому и ковырок будет идти через эту руку. Еще раз давайте посмотрите. Нельзя. Я взял, здесь поменял. Вот. Не через вот эту руку вот сюда я буду ковыркаться. Нет. Именно через вот сюда. Вот я так. Вот. Видите, какая рука? Голова уходит. И я вот эту руку буду помогать. Перебрасываю. Дальше, дальше. Оп. Вот. И вышел в положение, когда я уже держу захват. И дальше опять круговорот. То есть захват, замок, рычаг, локти. Переход на замок, пояс. Да? Здесь замкнутый. Переход на сайкоми. Вот. Удержали. Ближе к грудной клетке еще раз. Вот. Вот. Я вот так развернусь. И дальше идет. Без дорог. Дети не взяли. Высох. Вот такое упражнение. Значит, можно выполнять с борцовским манекеном. Но обязательно, желательно, чтобы на нем было, то есть это обязательно условие даже. Одето было кимоно. Вот такой круговорот. Круговорот. Круговорот болевого захвата. Да? Рычаг локти. Круговорот с вариантом перехода на сайкоми. И опять вариант рычаг локти. Очень практично. Очень много используется в практических ситуациях, когда проходит поединок лежа. Рекомендую. Пробуйте. Экспериментируйте. Как-то добавляйте что-то свое. Это такая базисная база формы упражнения. Поэтому, если кто-то придумает какие-то свои интересные моменты, пишите, может, комментарии и так далее. Все рациональное оно может быть только через практику. Мы практикуем, пробуем. Опыт получается. Взаимодействие. И мы понимаем, что происходит. Ну и большое внимание уделяйте вашей концентрации внимания. Не столько сила, а сколько. Почему так? Так. Для чего так? Зарпад. Почему сюда? Переходим. Будьте внимательны. Осознанно все делайте упражнения. Потому что важно не столько сила действия, сколько правильно приложенное направление этой силы. А это возможно только в том случае, если вы развиваете свои интеллектуальные способности. Ну и не забывайте про духовное развитие, нравственность. Потому что все-таки наша задача не убить нашего партнера, а продемонстрировать такое мастерство техники, которое покажет нашему партнеру, что мы владеем лучшей техникой и что связывается с нами не совсем хорошо. И тем самым он станет нашим другом. Его желание наблюдить нам сразу же отпадут. изучайте дзюдо каждый день. Становитесь лучше день изо дня. С вами был Роман Карасьев. Вы смотрели видеоканал Планеты Дзюдо. До новых встреч!